Но добрые не только сталкиваются с одиночеством или с раздражением, они и с агрессией часто встречаются. Мы видим, это было ярко выражено в служении Иисуса Христа, когда Он творил добро. Помните, Он исцелил женщину, которая была искривлена на протяжении 18 лет. И Он ее исцелил. Но люди были возмущены, потому что когда ты делаешь добро, ты не так делаешь добро. Никогда надо делаешь добро. Не тем, кому надо делаешь добро. И там такая агрессия началась на Него. Ты чего это тут вздумал? Ты чего тут исцеляешь суббота? В другое время надо это все делать. Не тогда. И мы видим постоянно, служение Христа встречало агрессию. Казалось бы, за что? Что Он кроме добра и света приносил людям? Он приносил исцеление. Он приносил благословение. Приносил свободу. Он приносил любовь. Приносил мудрость. Но на протяжении тех трех лет Его служения, мы видим, агрессия постоянно возрастала. Постоянно возрастала. И, наконец, достигла своей кульминации, когда Его просто прибили к Голговскому кресту, этого доброго человека. Прибили ко кресту. И вот смотрите, первое послание Петра, третья глава. Потому что апостол Петр, как и другие ученики Иисуса, они хорошо усвоили эту истину. Вот Петр пишет, смотрите, первое Петра, третья глава, 17 стих. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». То есть доброта часто вызывает агрессию. Добрые люди за свои добрые дела нередко не только не получают благодарность, они страдают. Страдают. И поэтому, дорогие, если мы посмотрим с вами вот эти пять причин, почему нельзя быть добрым. На доброту многие обижаются, добрыми часто пренебрегают, добрых нередко эксплуатируют. Доброта порой мешает успеху, и доброта может вызвать даже агрессию. И поэтому, дорогие, становится понятным, что истинная доброта идет из глубоких личных взаимоотношений с Богом, из глубокой личной веры. Вот где должен быть мотив, потому что если мотив вашей доброты где-то вовне, в благодарности, что люди поймут, оценят, скажут, какой же прекрасный, добрый человек, то в жизни-то происходит все не так. Добрый ты добрый, но, как говорится, жаль этого добряка. Жаль. Добрый был, но жаль. И получается, дорогие, что опора, фундамент к нашей доброты в отношениях с Богом, где-то вот внутри нас, в Царстве Божьем, которое внутри нас, и в том, что мы проявляем это Царство Божье через свою жизнь. И я хотел бы в конце прочитать из Евангелия от Луки, из 6 главы, 33 стих, слова нашего Господа и Иисуса Христа. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же. «Но вы любите врагов ваших и благотворите», то есть делаете добро, благо, «и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ», то есть добр, «и к неблагодарным и злым». Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Видите, действительно, в этой жизни доброта может навредить доброму человеку. Но Иисус показывал, нужно быть все равно добрым. Потому что наша доброта основана не на реакции людей, как я сказал, не на благодарности, а на том, что мы стремимся проявлять в своей жизни характер нашего небесного Отца, который милосерд, который добр, причем добр не только к своим, ко всем. Добр не только к тем, кто в Него верует, ко всем. И Иисус делает такой вывод, и вы будьте милосердны, как Он. То есть вот Он, фундамент нашего добра. Потому что чисто рационально невыгодно быть добрым человеком, не нужно быть добрым человеком, даже глупо быть добрым человеком. Нельзя быть добрым человеком, ни в коем случае. Но если только чуть-чуть, иногда, изредка, тогда все скажут, ой, смотрите, какое доброе дело Он сделал. Когда ты все время делаешь добро, да кто заметит. Вот заметят, когда ты не будешь его, разочек не сделаешь, и вот тут все заметят. Поэтому, вы знаете, мне так всегда касались знаменитые слова матери Терезы, которые написаны на одном из ее благотворительных центров в Индии. Прочитаю некоторые слова, которые там написаны. Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоизме и скрытых намерениях. Все равно оставайся добрым. Добро, которое ты делаешь сегодня, скорее всего, люди завтра забудут. Все равно твори добро. Делись людьми лучшим, что у тебя есть, хотя им этого будет всегда недостаточно. Все равно отдавай лучшее, что имеешь. В конечном счете ты поймешь, что все это происходило между тобой и Богом, а не между тобой и другими людьми. мать Тереза понимала, о чем она писала, потому что до сих пор сколько я слышу и читаю разного негатива в адрес матери Терезы. И такой она была, и лечилась она сама не в тех больницах, в которых лечила бедняков. В Индии, видите ли, она в этом уже преступление совершила. И в вере она сомневалась, и там у нее были какие-то странные в ее дневнике высказывания. Да, она была не идеальным человеком, она не была совершенным человеком, и наверняка у нее, как у каждого из нас, были ошибки, но вы знаете, она тем не менее была добрым человеком. И об этом говорят множество, множество свидетельств людей, которым она принесла вот частичку любви нашего Господа Иисуса Христа, преодолевая свои сомнения, преодолевая постоянную критику, преодолевая постоянный негатив. И сегодня многие даже проговорили про мать Терезу себе некоторые, о, это Тереза, что это за Тереза. Она была не идеальна, она была добра, поэтому к ней тянулись, поэтому такое известное ее имя стало. Они точно так же дорогие в нашей жизни, если ты будешь делать добро, кому-то будет недостаточно, кто-то скажет, что у тебя там скрытые тайные мотивы, кто-то завтра же забудет, но ты все равно должен быть добрым, милосердным, иногда слишком добрым, если необходимо, и слишком милосердным. Почему? Не потому, что оценят, не потому, что будут благодарны, не потому, что не будут критиковать, если ты много добра сделаешь, а потому, что твой небесный отец милосерд, а ты его ребенок, и ты призван воплощать в этом мире черты твоего небесного отца. и доброта всегда имеет множество хороших плодов. Это плоды не только в жизнях тех людей, кому ты добро совершил, это также добро и для тебя, добро для твоей души. Мне очень нравится, что в книге притч, в 11 главе, в 17 стихе говорится, «Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою». Видите, милосердый не только благотворит другим, но и своей душе. Когда мы делаем добро, это нужно прежде всего для нас самих. Это нужно для наших душ. это намного более важно, чем все видимые успехи и достижения, которые мы, возможно, не получим из-за того, что слишком добрыми. Но Евангелие нам и говорит об этом. Горе тому, кто приобретет весь мир на душе своей навредит. Поэтому, когда ты делаешь добро, ты делаешь благо и ближним. и своей душе, которая, в отличие от нашей земной плоти, не временно, а вечно. И каждый верующий расскажет Аминь. 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 Аминь.